только 98 так впереди у нас 2.5 должно быть так почти нормально друзья мои сегодня 22 сентября 2020 года и погода подарила латвии еще одну чудесную теплую солнечную неделю я не удержался взял свою honda и сейчас отправляюсь по трассе москва рига сторону столицы город рига мотопутешествие на несколько дней я хочу показать если вы турист едете в латвию скажем по этой трассе москва рига в каких местах надо остановиться где можно купить сувениры где можно что-то посмотреть где можно хорошо покушать ну и конечно мы проведем несколько дней в самой риге и в окрестностях риге скажем такой топ достопримечательностей а а и а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, вот следующее место, где я вам рекомендую остановиться, если вы едете в Ригу по трассе Москва-Рига. Это 60 километров от Резекна в сторону Риги. С правой стороны есть наблюдательная вышка. Дело в том, что здесь находится Тей Чудабос резервуатс. Ну, большое болото, как бы, и много интересных зверей на нем живет. И тут построили наблюдательную вышку. Вы можете залезть на эту вышку наблюдательную, и с этой вышки посмотреть на это большое болото. Хорошая кардио-тренировка. Субтитры создавал DimaTorzok Другая кардио-тренировка. Ну, хорошо здесь. Тишина, покой. Гуляю. Ну, рогов не вижу больших. Ну, рогов есть. Ну, хоровы на врат, либо одна-то гуляла. Ох, кто-то уже не вижу. Пошли. Субтитры подогнал «Симон» 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 Причем субтитры подогнал «Симон» Подожди. Отличный парния суп Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры ан Abi Лаби, так, рейкл с турблаком сидит, да? Да. Лаби, подожди. Кстати, если в кофейне сойдет, то здесь будет бесплатно. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, вот рекомендую самый, ну, конечно, классический хлеб, это ржаной, да, но еще очень вкусный, вот лично мне нравятся латышские кисло-сладкие с зернами, это просто обалденно. Этот хлеб можно есть без ничего, просто, просто есть и все. Раньше, вот когда не было пандемии, вот в этом павильончике, видите, да, тут было много сувениров всяких, но сейчас он пустой стоит. Но я думаю, пандемия закончится, и тогда все это возобновится. Вот суп харчо с бараниной, очень вкусный здесь подают, но цены возросли. Был 3,80, стал 4,20. И вот здесь можно после того, как вы покушали, да, здесь можно прогуляться вот по этому такому полуострову. Интересный, кстати, сарайчик здесь такой, сделан из остаток лодок, вот. А, как пахнет хлебушек, да. Зачетный, да, неплохой сарайчик. Гуляем дальше. Летом в сезон, да, тут стоят две такие старые ладьи по типу викингов, да. Если я найду видео, когда-то я путешествовал на машине пару лет, вот как раз я снимал это место. Я тогда вам вставлю, как эти ладьи, ну такие, знаете, как у викинга, древние ладьи. И на них можно покататься по даугове. Они там на веслах, под парусом идут. Вот, а здесь просто такая интересная, ну вот там какая-то, какой-то дебаркадер или катер. Там домик, это остров на домике, скорее всего, что можно ночевать. Ну и здесь такая зона прогулочная и отдых неплохая. Есть деревья, тень, там вот везде есть скамеечки посидеть, отдохнуть, да. То есть очень хорошее оборудованное место на полпути от Рызыкны до Риги. Называется Лепка, он и где вы можете хорошо покушать вкусно и купить хлеб. Девушки, здравствуйте. Я по Латвии путешествую. Какие сувениры купить в Латвии можно? Хорошие. Кроме бальзама и шпрот. Ну хлеб хороший. Хлеб, черный. Или хлеб с орехами и сухофруктами. Ясно. Из-за алкоголя, кроме бальзама, пиво какое-нибудь взять, да? Ну пиво, да, но не много. Валмер Муиже. Валмер Муиже, да? Да. Тоже есть, да. Будем искать. В 9 дальше поедем. В Ригу? Да. Ну да, в Ригу. Там тоже есть. Ну да, все есть. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Друзья мои, мы сейчас находимся в местечке под названием Кокнессе. И перед этим населенным пунктом вы видели, было кольцо и направо был поворот на Ригу. Это одна из дорог, как в Ригу ехать. Там будет скоростное шоссе, но там ничего интересного. Просто будете пилить и пилить. Вот по этой дороге, по которой я дальше еду, по правому берегу тоже можно ехать. Можно ехать по левому берегу. Но по левому берегу дорога тоже интересная. Но там надо поворачивать в Екопилсе, переезжать в Даугаву. Но я вам рекомендую ехать по той дороге, по которой мы сейчас едем. То есть по старой дороге, по правому берегу. Сейчас я остановился в этом месте. Почему? Потому что если у вас есть время, вот в этом населенном пункте в Кокнессе есть интересный такой развалины замка. Там можно, ну правда там платное, но стоит того. Зайти, посмотреть, погулять. Почему? Потому что этот город, он довольно древний. И у него богатая история. Вот друзья, здесь можно купить эти конфеты. Одни из самых знаменитых в Латвии, которые называются коровка. Друзья мои, не все так просто. Короче, в Скривере за бренд конфет-коровка борются два предприятия. Одно предприятие называется Скриверу Салдуми, а второе называется Скриверу Партика с комбинацией. Я вот сейчас приехал к Скриверу Салдуми, и мой сын говорит, что это ну не настоящее. Ну как не настоящее. Каждый считает, что он правильную коровку делает, да, но та аутентичная коровка, которая производилась еще при Советском Союзе, и у которой самые лучшие, скажем, составные части, это Скриверу Партика с комбинацией. Мы поедем его искать. Так что я вот сейчас приехал к их конкурентам, но я заходить туда не буду. Вот настоящий комбинат, где производится настоящая коровка. К сожалению, не смог снять внутри павильон, там, где продают эти конфетки. Это настоящие, вот, но купил такой наборчик. Вот сейчас производят, сколько тут конфет, раз, два, три, четыре, пять, шесть или семь видов, да, и даже с коноплей. Вот, но это место, где мы находимся, это Скривери. И вот этот продукт, коровка молочная, да, с вареным сгущенным молоком, с содержанием, он, как мне сказала женщина, он был придуман в Латвии. Вот, и этот комбинат работает с 56-го года. А второй, где я подъехал, Скриверу Салду, это конкурент за бренд, короче. Вот, историю можно почитать, я вам потом, может, напишу. Но вот это настоящее место, да, и вот это настоящая коровка, аутентичная, как всегда. Вот, история где-то в деталях прячется. Друзья мои, Зачем мы сюда приехали? Вот, это берег реки Даугавы. И тут такое историческое место, ну, немножко намусорено, да, но... Что здесь интересного? Вы все знаете, что Первая мировая война началась в 1914 году. И вначале российские войска довольно успешно сражались с германской армией. Но в 1915 году германская армия уже начала брать вверх. И, в принципе, дошла до левого берега Даугавы в 1915 году уже. И вы видите, вот эти окопы, это с Первой мировой войны. Оборонительные сооружения российской армии на правом берегу. На левом берегу была германская армия. И тогда, я сейчас не помню, кто автор идеи, беря во внимание, что линия фронта проходила по территории Латвии, было принято решение сформировать воинские части из местного населения. То есть, по национальному принципу. Таким образом, в 1915 году создались латышские стрелки. Латышские стрелковые полки. Которые, ну, я думаю, все о них знают. Они довольно успешно сражались и на германском фронте, и потом уже часть латышских стрелков была задействована в России во время гражданской войны, где они себя тоже проявили с хорошей стороны. По-моему, даже охрана у Ленина была из латышских стрелков. То есть, история создания латышских стрелков, это 15-й год. Вот, война Первая мировая на территории Латвии. И даже, видите, окопы остались. Ну, а мы едем дальше. Короче, друзья мои, до Риги нам осталось тут все до ничего. Километров 70, да? И мы сейчас находимся в таком населенном пункте, который называется Ли-Ал-Ва-Арде. Почему я сюда заехал? Ну, тут я хочу сказать, что если кто-то не успел покушать до этого места или едет с Риги обратно, то здесь, в принципе, очень неплохой вариант бюджетный покушать. Вот. Здесь, ну, так надо свернуть на светофоре налево, если вы едете с Риги, или направо, если вы едете в Ригу. На светофоре свернуть. И тут, видите, есть такое заведение, которое называется Панна. То есть, это сковорода. Сковорода. И тут нормально, по-бюджетному можно очень вкусно поесть. Сейчас я подъеду на мотоцикле, покажу вам. И этот перекресток очень тяжело пропустить. Ну, вот. Это место, где можно неплохо покушать. И недорого. И почта рядом. Место называется Лиалварде. И сейчас я вам покажу, где. Сейчас мы на Ригу поворачиваем, направо. Короче, единственный перекресток, который регулируется светофором. Если едете со стороны Москвы, поворачивайте направо, во двор. Если едете со стороны Риги, налево, во двор, за этим зданием. 40 километров, не доезжая Риги, да. В населенном пункте Циемупте, небольшая такая деревня. Вот есть одно замечательное кафе с названием Дакота. Когда едешь в сторону Риги, его почти незаметно. Я чуть не проехал, да. Но вот опознавательный знак, увидите самолет. И, скажем, внешне кафе, ну, ничем не примечательно. Но внутри и во дворике это фактически музей. То есть вы можете покушать и бесплатно посмотреть разные экспонаты. Вот я развернулся в направлении противоположном, потому что здесь просто мотокросса. Хочется посмотреть немножко. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Друзья мои, я вот только что свернул с прямой дороги, которая ведет в Ригу До Риги остается еще один городок, который называется Саласпилс И там недалеко, буквально несколько километров Ну, я не еду сегодня в Ригу Я выехал на Рижскую окружную дорогу, она идет на Тармин Потому что у меня на окружной дороге место ночевки Я сейчас подъеду к своим родственникам С ними встречусь Вот, а что еще осталось вот от этого места и до Риги? Этот город Саласпилс, чем он знаменит? Ну, во-первых, он печально знаменит тем, что во время Второй мировой войны там был лагерь концентрационный И второе, что в советское время в Саласпилсе был исследовательский ядерный реактор Вот, ну, сейчас реактор не работает И на месте концентрационного лагеря есть, ну, как бы, ну, памятник Памятник жертвам фашизма Вот, а мы сейчас находимся на окружной Рижской дороге И проедем вперед по окружной дороге И у меня здесь живут родственники У них свой небольшой бизнес Я потом расскажу об этом Едем на место ночевки А потом, может быть, еще успеем куда-то выскочить К морю Посмотреть красивый закат Сегодня вечер обещает быть хорошим Едем Есть такая латышская пословица Незваный гость хуже латыша Значит, что тут за родственники, скажу Ну, родственники довольно дальние Но очень хорошие Здесь живет Двоюродная сестра моей бабушки Вот У нее есть дочка У нее есть сын И они занимаются банным бизнесом Вот тут недалеко от Риги Они содержат бани И тут люди могут приехать в баню Отдохнуть Справить какие-то мероприятия Не знаю Там, дни рождения Свадьбы Другие там Семинары и так дальше Чем это место интересно? Интересно тем, что здесь Лес уже начинается Большой уходит Да? И это недалеко от Риги Буквально тут от Риги Километров 20 И тут Нормальный лес С чистым воздухом С ягодами С животными Ну, не знаю Ну, все как в лесу Все нормально То есть вот Отсюда начинается нормальный лес И это недалеко от Риги Это на окружной дороге И поэтому Ну, народ Любит сюда ездить Здесь можно отдохнуть И душой И телом Едем Завтра мы сделаем подробную экскурсию Я вам сниму Покажу Может быть даже дрон поднимем Да? Посмотрим Все Все эти места У них Есть небольшое Даже озеро свое В лесу И несколько бань Одна баня Вторая Третья Бабушкину Двоюродную сестру Зовут Анна А ее дочку Зовут Инара У Инары Тоже классное хобби Но об этом завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok